Девушки отдыхают Ну, мне показалось, что это, мягко говоря, неправда Ну, по крайней мере, на ОБТ я много раз сливался об эту машину Потому что, ну, ОБТ, потому что в игре явно слепые Они просто ни хрена не могут её найти Но времени теперь немножко с той поры прошло Теперь все научились избегать атаки птурами И на этой машине, видимо, стало поиграть немножко сложнее Но так или иначе, сегодня в этом видео рассмотрим и разберём Именно этот автомобиль, ну, как вы можете заметить Он имеет такую форму, блин, не знаю, старого холодильника какого-то По сути, это коробка на гусеницах, которая пуляется ракетами, то есть птурами И у меня на ней боёв, ну, где-то, наверное, 15 Она у меня даже не в топе, как вы видите Вот, я посадил в неё Сабрину Вашингтон Дабы повысить незаметность этой машины И действительно, незаметность у неё довольно-таки охренительная То есть, видите, незаметность 0.42 Для того, чтобы понять, много это или мало, да, ну Потому что сами по себе эти цифры вообще мало кому о чём говорят Ну, согласитесь, что значит незаметность 0.42 Строчкой выше, конечно, есть шкала обнаружения Но мне кажется, что это общий параметр и дальности обзора, и незаметности Незаметности А чисто незаметность этой машины без всякой шкалы 0.42 Просто 0.42, 0.42 чего? Ёпта, крепости, что ли? Градусов? Чё 0.42? Хорошо, давайте для сравнения откроем пальму, которая просто огромна Незаметность 0.02 То есть, чем больше параметр незаметности получается, тем, значит, машина незаметнее, тем лучше Интересно, идеальная незаметность это сколько? Единица, что ли, или что? От какого цифры они решили брать этот расчёт? То есть, это уже изначально попытка ввести игрока в заблуждение Позже объясню зачем То есть, вот Открываем BMD Видим, что незаметность 0.36 То есть, она более заметна, чем Swingfire Давайте посмотрим, почему Вот, вот, примерно с такого ракурса включим BMD-шку И узнаем, что она, сука, меньше на самом деле Что она в два раза ниже Что она, блядь, уже Но почему-то, сука, она более заметная А одному богу известно, как Как вообще Ладно, хрен с ним Но, прикол в чём? В том, что На самом деле, в бою Вы с удивлением заметите, что Все вот эти машины, кстати, вот, смотрите, тоже 0.30 незаметности У здоровья, как римская галера БМП-шки Ну и вот, короче, несмотря на эту разницу в незаметности Эти тачки обнаруживают друг друга в бою одновременно Только если, конечно, Swingfire не нашёл какой-нибудь кустан Как на 10 лет небритой пилотке, я не знаю Вот, и не забурился в него в глубину и там торчит Там-то его, конечно, возможно, вы со стоячими бонусами этой машины хрен найдёте Но в нормальных условиях боя, когда Swingfire не занимается рукобулством на природе Эти машины друг друга обнаружат абсолютно единовременно То есть это, знаете, школа варгейминга Когда в описании мы пишем одно, а на самом деле цифры там какие-то совершенно другие Мало кому, вероятно, что даже самым разработчикам они непонятны Я никогда не забуду ответы разработчикам варгейминга Когда, например, спрашивали А хрена ли собачьего у ягдтигра во лбу написано 250 миллиметров Если он пробивается всеми, кому не лень Разработчик сказал Ну, потому что мы пишем броню в самом толстом месте Ну, отлично, писали бы там, не знаю, в маску орудия пошли линейку, померили Или там Это, короче, был танчик такой Паттон, по-моему, короче Когда у него глючило обнаружение То есть там ему написали что-то 480 метров дальность обзора А на форуме пишут, типа, ну и что за хрень Я поставил оптику, установил эту вентиляцию Получается, что у меня у Паттона там обзор должен быть 500, там, 50, допустим, метров Разработчик отвечает Нихрена подобного Мы пишем дальность обзора, исходя уже из максимальных параметров Максимально вкачанного экипажа установленной оптики И чтобы еще там шоколадка, короче, там, американская А, что там, Кока-Кола Чтобы Кока-Кола еще на борту стояла, усиливала перки Я как сейчас помню, что это писал Шторм Я процитировал его сообщение и дописал С вершины горы в ясную погоду Только так То есть и здесь вот примерно такая же херня А я вот играю на этой супер незаметной машине И вообще нихрена не чувствую этой незаметности Ее палят, ее просто палят Следовательно, эти цифры я считаю полным гонимом Ну, не знаю Я думаю, что многие, кто на этой машине имел неудовольствие играть Со мной согласятся Вот, но, в принципе, если вы готовы отрицать это Ну, объясните тогда, как вы остаетесь незаметным Введя, не знаю, стрельбу Какие-то активные действия Пытаясь подсвечивать что-либо А ББМ Боевая бронированная машина На ней все-таки возложена функция разведки Грация у этой машины, как у кирпича Для ББМ 50 км скорость Это вообще ни о чем То есть Вот, в общем, очень довольно сложно на ней ездить разведку Ну, давайте, ладно Посмотрим, каково ездить на холодильнике Саратов в боях И выпал сходу засеренный остров Вот, мне интересно, есть вообще хоть один человек Который любит карту засеренный остров И за что? Мне кажется, что в этой игре нет такой техники На которой бы здесь было удобно играть Хоть сколько-нибудь В этих джунглях Вот, значит Первым делом надо вначале постоять и посмотреть Значит, кто куда в этой команде едет Потому что Свинкфаер это машина командная Это машина поддержки Это машина поддержки, причем обоюдной И вы должны кого-то поддерживать У вас должны поддерживать Потому что машина, у которой нету башни Которая смогла бы Которой можно было бы отстреляться Я не знаю Делает эту машину крайне уязвимой То есть любое пулеметное говно пролетит И заберет этот Свинкфаер подчистую Свинкфаер вооружен только птурами Птуры стреляют только с состоящего положения Они на ходу ни хрена не выпускаются И это минус еще Причем надо постоять и цель позахватывать Чтобы птурами выстрелить Есть, конечно, экипаж То есть командир, у которого есть перки На скорость захвата птура Альтернатива перка скорость зарядки птура Которую, мне кажется, выберет абсолютное большинство Вот, но я поставил сюда Сабрину Вашингтон В надежде на то, что я все-таки Даже на этой машине смогу Как-то производить хоть какую-то разведку Потому что сам я, когда играю на ОБТ Ненавижу, сука Когда ББМ стоят где-то, блядь, сзади Пробный запуск птура И сейчас просто произошло чудо Ракета облетела опорами моста Или как это называется, короче И поразила цель Это настоящий волшебство Потому что я думал, что не долетит Врежется куда-нибудь Но, тем не менее, Сингфаер Это не самый лучший разведчик, конечно, в этой игре В основном, я уже сказал Потому что нету нормальной пушки Самой обыкновенной Во-вторых, его только ОБТ никогда не видят ОБТ, потому что вообще никого не видят А БМПшки, БМДшки Очень даже нормально высвечивают Этот Сингфаер Но зачастую светить больше некому Для команды Поэтому приходится ездить в разведку И на нем Уповая на незаметность Это, опять же, к вопросу параметра скрытности Влияет ли он вообще на что-либо Или просто важно, какой у вражеской машины Какой у нее обзор Вот Теперь чудо не произошло Все ПТУРы врезались в опоры моста То есть ПТУРами стрелять в этой игре Не такое простое занятие Как кажется тем, кто Ванит на форуме по их поводу Если вас херачат ПТУРами Значит, вы просто едете Как олень по прямой Не знаю Без всяких укрытий Просто по полю херачите Там, не знаю Как тополь на плющихе Конечно, вас ПТУРами заберут А если вы за укрытиями За всякими За Складками местностей За кустами За деревьями Не знаю Да еще и дымом Грамотно пользуйтесь То есть на вас ПТУР даже навести Будет задача непростой Не то, чтобы по вам попасть Я, кстати, сейчас неправильно сказал Захватывать цель На этой машине Не надо, чтобы выстрелить Но если вы выстрелите Не прицелившись в кого-либо Ваш ПТУР просто улетит в небо Я до сих пор не понимаю Как работает система Огня на этой машине Почему иногда ПТУР летит За прицелом Следует Это же управляемая ракета Иногда он просто улетает в небо И по своим делам куда-то Хрен его поймешь Причем Можно даже Ну, прицелившись в танк Его выпускать Из аркадного режима Но, видимо Важно, чтобы танк был На прямой видимости Все-таки Хотя иногда и это Не обязательно То есть Не знаю Для меня Это загадка Все-таки Точный принцип Работы этих ПТУРов Мне кажется Что идеальный вариант Игры На Свинкфайере Это играть Во взводе С кем-либо То есть Причем С кем-то Не на ОБТ Чтобы вы ему светили А с кем-то Наоборот На БМТ БМД На какой-нибудь такой машинке Которая будет вам Подсвечивать То есть Свинкфайер Это машина Второго ряда Скажем так Не полностью Тыловая Да Потому что С такой скоростью Полета ПТУРа Издалека Вы Ни в кого не попадете Ну разве что В какого-нибудь Конченного Слоупока Который не успеет Отъехать за минуту Потому что Издалека Ровно минуту Ваш ПТУР Будет лететь до цели Мне иногда кажется Что некоторые машины В этой игре Ездят быстрее Чем летают Эти гребаные ракеты Вот Поэтому Это машина Второго ряда Самый большой профит Причем Можно собрать Если Первую половину боя Поддерживать атаку Да И давить Одно из направлений Когда оно будет продавлено Развернуться И поехать Отдефить Будет провафлено То есть Успеть Поборонять Эту базу Свою Потому что Лучше всего Сфингфайр Чувствует себя В обороне Но только Никогда он Один последний Герой остается А свинг И пара танков Которые будут Отвлекать на себя Внимание Он будет для них Подсвечивать Сзади из кустов Подстреливать ПТУРами А они Примагничивают На себя снаряды То есть И как-нибудь Пытаться Отстреляться То есть Именно при таком Раскладе Сфингфайр Наиболее эффективен Как техника Когда Атака идет На него А он в кустах И невидимый Но Поскольку В рандоме Сейчас играют В основном Всадники Без головы Скажем так Чтобы не называть Игроков без головами В прямую То есть Очень трудно Реализовать Эту технику Значит Почему на нем Неудобно Ходить в атаку И не следует Этого делать В общем-то Особенно дерзко Дерзко Атаковать Потому что Я уже сказал ПТУРы Выпускают Столько из стоящего Положения И при этом Нужно выйти На врага На прямую видимость То есть Из коты Причем при этом То есть Сфинг Сам будет обнаружен И в вас полетят плюхи В вас уже Плюхи полетят А вы в этот момент Только закончите ПТУРы наводить Да И приступите К их запуску И не факт что По вам Дав плюху Враг просто Не уедет За какой-нибудь камень Кстати По свингу Мне кажется Очень шикарно Заходят фугасы По крайней мере От арты Фугасы Если попадают То там Дамаг просто полный Проходит От 400 И выше От танков С большими стволами Примерно Тоже такой же Максимальный Альфа дамаг Поэтому Медленный свинг Это мертвый свинг И если вас заметили Не надо продолжать Пытаться наводить ракеты Стрелять Там что-то еще делать Бросайте все И бегите нахрен У вас 760 здоровья Это примерно Две кумулятивные Либо фугасные Плюхи Ну и думаю Что никому не нужно Объяснять Но я все равно Напомню Что играть лучше всего На этой технике На открытых местностях Никаких городов Никаких заводов Никаких вокзалов Если вы будете стоять К противнику под углом Ваши ракеты После запуска Будут делать вираж И куда-нибудь врезаться В столбы В дома В ящики Куда угодно Но до врага Они не долетят Ну вот В этом бою Не самый рекордный Дамаг На этой машине Скажем прямо Но зато Есть медаль разведки Которая для ББМ Абсолютно святое дело Что и вывело Меня в лидеры По опыту А теперь покажу Нереально классное место Для Свинкфаера На карте Тихая река Вот куда здесь Обычно едут Подобные машины Они едут налево Все БТРки БМДшки В том числе Свинкфаеры Почему-то стоят На первой и второй линии В кустах Позади всех И ждут Когда к ним Приедет какая-нибудь жертва Вместо того Чтобы поддерживать Атаку танков Ведь Свинкфаер Повторяюсь Это машина поддержки А куда здесь едут Танки И где они бьются Правильно В основном Они едут за мост Вот и на Свинкфаере Я сейчас поеду за мост Специально впервые Решил попробовать Поехать Не туда куда все А разорвать шаблон И поехать в другую сторону Сейчас увидите Что из этого вышло Самое важное Это проскочить Вот это простреливаемое место Где вас обнаружат Сто процентов Хорошо Если ваша команда Хотя бы заняла позиции Где-нибудь в районе моста А не здесь У камней с краю Потому что иначе Вы туда не проскочите Вас заберут Используйте дым Маневрируйте Получите одну плюху В конце концов Это не важно Потому что здесь Место просто Создано для этой машины Дело в том Что ракеты у нее Вылетают вверх А вы стоите Немного ниже здесь За счет того Что спускаетесь к реке И в итоге стоите И из аркадного прицела Просто заваливаете Турами ваших Неприятелей Достать они вас Здесь не смогут А арта сюда Из-за обломков моста Скорее всего Тоже не закинет Ну или ей надо будет Переехать куда-нибудь На F-линию Чтобы дать по вам Чемодан Короче я тут просто Стоял и в одиночку Накидывал им урон И если бы моя Тупая команда Которая поехала Со мной под мост Не давила в одно лицо Троих противников А осталась жива Этот бой был бы выигран Но вы видите Что делает этот танк Картошкин сын Он просто поехал Давать плюху На три ствола И они его естественно Разобрали Но самое прикольное В том что Они не смогли Они ссыканули Развивать атаку По этому направлению Только потому что Здесь стоял я Больше они никого Здесь не видели Но ехать сюда Они не стали То есть Один конечно Бравый Красноармеец Попытался Возглавить атаку Но как это часто бывает В подобных играх Он остался в гордом одиночестве И получив ракету В задницу Помер Остальные же Продолжили стоять Там где стояли Высовываться Пытаться что-то высматривать Пытаться по мне попасть И получали Продолжали получать Вернее Мейптуры Базара нет Что это не самый веселый И интересный стиль игры Особенно для меня Это практически Кустодроченье Но Главное Это для этой машины Профит Все по поводу нее Вайнят Она вряд ли будет Чим-то любимым аппаратом Важно ее Хотя бы просто Прокачать И пройти дальше Вот Поэтому Данный стиль Игры и боя На этой карте Очень подходит Для того Чтобы вывести Приличное количество Дамага Из-за света Из этого боя Собственно С той стороны Моста Находится Почти Такое же Точно место Но Оттуда Уже Попадать Турами По противнику Будет намного Сложнее Потому что На их пути Будет Вот этот Грузовик Вот те Две опоры Моста И еще Какой-то Камень То есть Там уже Будет Немножко Другая Ситуация Но зависит От того Насколько Глубоко Пройдет Вражеская Команда Под этот Мост И Как вы Правильно Встанете Если будете Стоять Прямо Близко К мосту То Оптуры Конечно Будут Врезаться Но Если вы Встанете Чуть Подальше То Оптуры Уже Получат Возможность Выровнять Траекторию И поразить Цель Ну то есть Придется Пристраиваться Для того Чтобы Вдуть Ну и Конечно Хорошо Чтобы вас Прикрывали Так же Упадет Сюда За мост И вас Заберет Я подозреваю Что многие После Этого Видео Начнут Именно Так Играть На Свинфайрах И на Этой Карте И танки Сюда Просто Перестанут Ездить Потому что Они здесь Просто Печеньки На самом Деле Для Этой Машины Которая Остается Для них Вне Зоны Поражения А вот Собственно То о чем Я говорил Ранее Птуры Они Перестали Почему-то Поворачивать За прицелом И улетают Куда-то По своим Делам Возможно Потому что Прочинник Не стоит На линии Прямой Видимости Но Когда Я из Под моста Стрелял Согласитесь Они тоже На прямой Видимости У меня Были Едва Ну и Короче Из боя Я вывез Вот такой Профит Вот Ну и Последок Рандомный Бой Собственно Традиционная Рубрика Вообще У меня Стата Конечно На этой Машине Как у Хлебушка Очень Трудно Потому что Перестроиться С Игры На ОБТ На Игру На Этой Шайтан Коробочке Блин Если Ее Прокачивать Я думаю Что Лучше Ни на Чем Другом Не Играть Потому что Очень Трудно Привыкнуть К машине У которой Нету Ствола Обычного Ствола Которым Можно Стрелять Стрелять Быстро Метко По Врагам Которые К вам Подъедут То есть Очень Трудно Настроиться На игру Только На Птурах Это Полное На самом деле Говнище Вот Это Самое Сложное Это По-моему Перестроиться На игру На этой Машине А не Играть На ней Вот Ну и Конечно же Какое-то Время Придется Потратить Чтобы Найти Себе Место На Каждой Карте Но Если Стоит Задача Просто Пройти Эту Машину Прокачать И взять Следующий Аппарат Который Уже Более Похож На Стандартную Технику Из Этой Игры То Можно Как бы Это Осуществить При помощи Просто Пассивного Света Не все Могут Не все Понимают Видимо До конца Что Опыт Приходит Не только За дамаг Точнее Не только Лишь За дамаг Но еще И за За свет В смысле За урон По разведанным Да Вот И поэтому Стремятся Именно Насовывать Насовывать Дамаг Напихивать В то время Как Дамаг По чужому Засвету Он Не так Не так Круто И приносит В общем Это надо Знать Надо понимать Вернее А вон И вражеский Сингфаер А мне Сейчас показалось Или у него Ну Более по прямой Да У него Ракеты Летают Так Что-то Меня подзажали Команда Это как Обычно Хлебушки Толку С них Никакого Нет Состоялся Запуск Праздничного Фейерверка Вместо Нанесения Дамага Просто Видимо Цель Не была Видна Непонятно Все-таки Немножко Почему Птур Не полетел Хотя бы Вправо Куда Небудь Почему Он просто Прямо Вылетел Я же Не прямо Целился А это Управляемая Ракета Напоминаю Сука Пострелял В меня Издриснул Блять Морша Какой-то Истребитель Танков Приехал Все-таки Мне помочь Суд Они Суд На меня Вылезать В принципе В принципе Этого ВС-40 Достаточно Просто Наводкой Птуры Отпугивать Он Видит Что На него Наводится И уезжает Боец Кстати Это Хороший Шанс Хорошее Время Чтобы Отсюда Сдриснуть Мне кажется Жалко Что У этой Машины Только Один Дымовой Заряд Ему Бы Не Помешало Если Было Два Не Знаю На Что Влияет Поврежденная Пусковая Установка На Всях Случай Ремонтирую Да Вроде На Точность Да Какая Точность Уптура Куда Навел Туда Летит Но Все-таки Хрен Узнает Поэтому На Всякий Случай Заклеим Ликопластырем Так Ага Свинкфайер Вот сейчас Смотрите Как Свинкфайера Заберут Четко Блять Даже Не успел Его Сука Обнаружить Ну Че Лав 300 Его Не давит Я не понимаю Че Он Ждет Виднее Уже Не будет Мочить Его Нахрен Нахеру Нужен Свинкфайер Он Уже В принципе Бежит Это значит Что Он Безобиден Но А вот А вот И мой Мой Дэмэдж Касая Сука Она не сдохла Почему-то От двух Ракет Но Дамаг Свою Она Отгребла Так Ага Еще БМП Которую Никто Не Прикрывает О О Скопление Вражин Это очень Хорошо Аккуратненько Значит Мы Нет Вот этот Танчик Тут Не в тему Сука Падла Да По 64 Этими Птурами Дамаг Хреново Проходит Потому что Ракеты Падают Вертикально На лобовую Плиту И на башню А там Дамаг Вообще Хер нанесешь Лучше Конечно Наверное По каким-нибудь Другим Все-таки Целям Стрелять По 64 Хорошо Птуры Заходят От БМД Шек БМП Шек Когда они По прямой Летят И заходят В нижний Лист Тогда Там Нормально Все Профит Тогда Есть Вот Сейчас Попробую В нижний Лист Завести Цели Бездвижно Сука В гусеницу Попал Но Был шанс Был шанс Втащить В нижний Лист Чуть Сука Не получилось Не срослось Блин Но он Все еще Там Поэтому Если Кто-нибудь Его По моему Засвету Добьет Я получу Еще Пару Копьек Опыта Пару Граммов Профита Вон БМД Х Сука Любят Любят Вот туда На верхушечку Забраться А потом Они забраться То любят А что там делать Они не знают Они внезапно Узнают Что все эти машины Которые числятся Среди невидимых На таком месте На открытом Без кустов Они очень хорошо заметны А что делать А как высунуться А как плюху дать Если в ответ Тут же летит Непонятно Вообще Но главное Залезть туда Видел Что Любят Еще Опять Залезать На ту гору Но это Баг Скорее всего Не предполагалось Что туда будет Какая-то возможность Заехать Но туда заезжают Они заезжают И вообще От них пользы Там бля Вообще Никакой Но главное Заехать Показать Что ты Знаешь Это место Это типичная Такая Алинишкольная Показуха Заехать Или может Просто по незнанию Люди туда залезают Думают О я видел Там какой-то чувак Сидел И он жив Остался В конце боя Правда Дамага не накидал Но выжил же Пойду Я залезу Проверю Как оно там Слушайте А он отсюда Не свинтил Или частом Почему я его до сих пор Не обнаружил Мне кажется Он сдриснул Пока мы ехали Он просто отсюда Сука я На такой широкой машине Довольно сложно Туда забраться Туда узенькие Вот эти БМПшки БМДшки Узкие как торпеда Вот они туда нормальные Но он уехал Его там нет Все Короче Начинается Ебала с поиском Его Понятно Вот собственно Профит этого боя Значит Какие выводы Нужно было сделать По этому Видео О том В основном Что не нужно Играя на свинфайере Сосредотачиваться На попытках Нанесения дамага Из самых дальних кустов Какие только есть на карте Можно Делать на нем Много чего полезного Например Подсвечивать Противников Для своей команды Главное Чувствовать И понимать Разницу между Подсвечивать противников И давить направление Вот давить направление Играя на этой машине Вот это точно нельзя Тогда вы сольетесь Но давать грамотный подсвет Получая соответствующий профит На ней Вполне возможно На этом собственно все Чего нибудь Жмите Чего нибудь Слушайте Адьё